Приветствую вас. Вы знаете, вот всегда есть такой выбор, при ответе на вопросы о супружеских отношениях, особенно если люди молодые, да, если вот как вы, там, скажем, не так, чтобы долго вместе, всегда есть выбор, как отвечать. Отвечать конкретно или отвечать все-таки более глобально, потому что, ну вот, допустим, то, что произошло сейчас, но мне не видится это, как какое-то, знаете, вот событие, произошедшее, ну вот, на ровном месте. То есть я, вот хоть убей, не могу воспринимать, вот то, что вы описываете, не могу воспринимать это, как, знаете, как что-то такое, вот, ну, самобытное, самостоятельное. Не получается воспринимать это. У меня такое ощущение, что все это, как-то, вот знаете, накапливалось, все это, как-то, вот знаете, копилось, все это, вырабатывалось, то есть проблема, это она набирала обороты, вот, и в итоге, в итоге, в итоге, она и, собственно, пришла вот к этому, да, то есть она, собственно, и пришла вот к такому исходу. То есть изначально ваши отношения, когда вы скидывали друг другу интимные фотографии, мужчина, ага, как вот вы говорите, морозился, да, то есть он не хотел этого делать, не хотел скидывать. А уже тогда были определенные моменты, которые, в принципе, ну, могли бы вызывать некоторые опасения. Я вам вот так, наверное, скажу. То есть он считает, что для девушки, естественно, там скидывать, ну, вот, фотографии интимные, а мужчине нет. Так, вот, хотелось бы, собственно, спросить, а почему так? Так, почему для девушки, для девушки, естественно это дело, да, а для, типа, ну, типа для мужчины нет. Так, в чем, ну, в чем, в чем различие, как бы, да, в чем отличие, в этом смысле, в чем отличие мужчины, в этом смысле, вот, девушки, да, от женщины, в чем разница. Вот. То есть это вот такой аспект, который, на мой взгляд, нужно уверенно рассматривать в качестве проблемы, да. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот это, что интересно, не, как бы, не пугает вас, это, соответственно, соответственно, не отталкивает от, значит, своего, ну, от мужчины. Вот. И вы, судя по всему, к этому относитесь нормально. Ну, вот. То есть вы это восприняли, как что-то такое, вот, тому собой разумеющее. Дальше мужчина, он, ну, совершенно очевидно, да, что он, как бы, ну, в себе не уверен. Вот. Он уверен в себе очень сильно. У него жуткая неуверенность в себе, он ревнует вас, ревнует вас и, к сожалению, скорее всего, сам, ну, грезит о каком-то таком сексе. Грезит сам, он об измене, возможно, ну, судя по его реакции такой, судя по его поведению в таком, судя по тому, как он все это воспринимает и говорит. Ну, понимает. И самое здесь, как бы, печальное, самое здесь печальное, то, что вы себя чувствуете виноваты. И вот этот момент не совсем понятно, из чего проистекает. То есть, с одной стороны, да, вроде бы вы изначально были такой сексуально активный. И если так, то за что вам себя винить, но есть у вас потребность в сексе, да, почему бы не посмотреть там, значит, ну, действительно видео, да. Почему бы не посмотреть. Но, с другой стороны, есть какая-то вот у вас, по-видимому, не знаю, по-видимому есть какая-то мораль, еще, еще, которая сдерживает вас и не отпускает вас. Понимаете? Ну, что, мягко говоря, вызывает, опять же, опять же, вопросы. Вау. Да? Давайте теперь поисследуем то, что вы написали. В силу обстоятельств, временная разлука с мужем, нет возможности сексуального контакта с ним уже несколько месяцев. Смотрите, ну, во-первых, все зависит очень много от темперамента. Вот. То есть, кто-то может обходить себе секс, там, даже по полгода, а вот кто-то нет, да. И, соответственно, если вы изначально, еще раз повторяю, были сексуально активны, да, то есть, удовлетворение себя сексуально, это важная часть вашей жизни, что с этим необходимо считаться, такова ваша реальность. Дальше, я смотрел видео и сказал ему об этом. Ну, вот, мне очень понятно, да, зачем вы ему сказали, собственно, то есть, для чего вы ему сказали. Я не то, чтобы вас обвиняют, да, на самом деле, какой-то такой вот цели обвинить вас или нет, но просто хотелось бы выяснить, зачем вы сказали мужчине, собственно, об этом. Ну, опять-таки, опять-таки, о чем вы сказали. Я не уверен в том, что вы, ну, не могли предвидеть, как он отреагирует на это. Потому что я не уверен в том, что вы не знали своего мужа, вы знали своего мужа, вы знаете его, вы знаете, какой этот человек. Вот. И вот это цель. Дальше. Теперь вселенская трагедия. Ну, опять же, вселенская трагедия для него, да? То есть, как бы он это так видит, для него это так. Я не очень понимаю, причем здесь вы. Вот. То есть, ну, вот, серьезно. Причем здесь вы, собственно. Говоря. То есть, для него это трагедия, а к вам это какое все имеет отношение? Если для него это трагедия. Вот. Знаете, какая штука? То есть, вот, на мой взгляд, вам нужно отделить одно от другого. То есть, если вы, к примеру, смотрите видео эротическое для того, чтобы, там, ну, удовлетворить свои сексуальные потребности, да? То в этом, это, ну, в принципе, ну, абсолютно нормальная история. И непонятно даже за что вы себя чувствуете виноват в таком случае. Вот. Но вселенская трагедия, это еще раз для него к вам это отношения не имеет. Сразу после того, как канала он вылил на меня уже от грязи. А-а-а-а-а, значит, славярды виду его так сильно бомбить, а к вам это как предательство. Ну, опять же, это можно воспринимать, и как предательство это можно воспринимать, и не как предательство. Предательство от точки зрения человека и предательство того, насколько вы ориентированы по своим ценностям, по своим ориентированным, своим приоритетам. Соответственно говоря, да, это не считается предательством, это ни в коем случае не предательство, к примеру, вот, ни в коем случае это не предательство, допустим, но ваш мужчина считает это предательством. И как бы вот вся тонкость здесь в том, что если он это предательством считает, если он это считает предательством, то и вам, наверное, стоит принять его точку зрения, именно его точку зрения, что для него это предательство. К сожалению. Вот. То есть, вот так это работает. Вот так, это работает вот так. То есть, ээээ, у него такая позиция. Да, у него такая точка зрения, как бы она может быть правильная, она может быть неправильная, да, но в данном случае речи как бы не об этом. И, собственно, как бы всё, собственно говоря. То есть, бесполезно спорить о том, hogy предательство на самом деле или нет. Это абсолютно бесполезно. Абсолютно бесполезно это обсуждать. Если человек считает этот предательство, то это так. Если человек не считает, то это предательство, то это так. Вот. Ещё раз повторю, я не уверен о том, что вы не могли знать о том, что ваш мужчина не воспримет это, как педатус. Вот я не уверен в этом. Знаете, такая штука. Вот. Вот так, по крайней мере, мне эта ситуация видится. И опять же, вот очень хотелось бы, чтобы вы, ну, пояснили все-таки, зачем вы ему рассказали? То есть, зачем вы ему сказали, что, ну, что смотрели? Для чего? Для чего? Да? То есть, ну, опять же, я говорю, я не верю в то, что вы не могли предвидеть его реальность. Потому что, и вот такие вот, в некотором смысле, ханжевские черты характера, они проявлялись и до этого. Дальше, значит, значит, так. Сначала была спокойная, объяснила, что смотрю так, чтобы таким корявым способом удовлетворить свою сексуальную потребность. Но здесь опять же, понимаете, здесь можно задать вопрос. Почему вы выбрали, допустим, такой способ, да, такой способ это делать, а не, допустим, там, вирт, вирт, да, с нужен. Ну, вид, там, видео, то есть, ну, через видео, виртуальный человек. Вот, это всё, вот, такой момент. Дальше, и как раз таки избежать препятствий, мысли о измене. Ну, вот здесь тоже такая, такая достаточно неоднозначная ситуация, понимаете, и на мой взгляд, на мой взгляд, если вы, допустим, любите своего мужа, да, если вы его вот любите, если у вас есть прям любовь своему, вот, то вы ему, ну, как бы изменять не захотите ни при каком вообще раскладе, на самом деле. То есть, секс, эээ, при, ну, в любви, в любви, вот, именно при любви. Эээ, секс, он, как бы, эээ, не на первом, не на первом месте. Секс, то есть, секс, он не главный, если есть любовь, а у вас секс имеет, как бы, ну, достаточно значимое, достаточно важное значение, вот, что представляет у меня личная утомница в том, насколько истинны ваши отношения, насколько истинны отношения между вами, вот. Я опять же, как бы, ну, вас не обвиняю ни в чем, да, просто хочу вот, эээ, на этот момент указать, потому что важный момент, правда, эээ, очень важный. Дальше, эээ, так, здоровая потребность. Он начал кидаться, эээ, в правильности, будто, эээ, так, как будто я этим считаю не круглой шуткой занимаюсь, якобы он меня не устраивает, ну, вот видите, да, человек говорит про себя, про то, что он не говорит в себе. Вы к этому отношения не имеете. Эээ, про групповуху, эээ, и про то, что побольше, это, скорее, его, ээээ, его собственное желание. То есть, этот человек говорит к вам, это его собственное желание. Эээ, также объяснил, это мне интересен сам процесс, то, как люди получают удовольствие друг от друга, зачем это объяснять, эээ, Елена, вот, про то, что это объясняет мужа, который находится в такой горячке, ну, опять же, для меня это гадко. Эээ, поэтому мне нравится, так, эээ, расстояние сыграло свою роль в этом, когда мы имеем место. Мне такой потребность, смотрите, вообще, он все драматизирует на самом деле. Ну, это обвинение. То есть, как бы вы и продеваете мастер-логовь на самом деле. Эээ, значит, так, перестану. В общем, я себя нормально... Так, ну, следующий абзац, это, это просто жалоба на мужа вашего, следующий абзац. Эээ, сначала я себя нормально чувствовал, эээ, спустя сутки под его давлением без критики на качество честного вины. Так вот, это, на самом деле, грязная и мерзкая лицемер... лицемерный сволочь. Эээ... 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 Сидю пытаясь себя переубедить, расстояние, эээээ... это пресса не работа. Ээээ... Значит, смотрите, мужа вы не обещите никак, потому это его собственные эээээ... Ээээ... проблемы и комплексы. Это первое. То есть, мужу вы ничего донести не сможете. Это раз. Два. Ээээ... Эээ... Вы либо принимаете ээээ... свою потребность, такого рода, в секс, либо вы её принимаете, либо нет. То есть, опять же, третьего не дано. Вот. Понимаете? Не дано здесь третьего. Третьего не может быть, ээээ... в принципе. Вот. Понимаете? Как... Какая штука. とか留言... И вот, у меня отказывается ощущение, что вы как раз-таки, не признаёте за собой, не признаёте за собой. Вот это вот самое ээээ... наличие ээээээ... у нас потребности вот что мне что это работает именно вот с этим да понимаете как бы в этом направлении двигаться а не просто переубеждать себя вы не можете переубедить человека в том что ну в том в чем проблема у него а не у вас вот это невозможно сделать дальше значит значит как успокоить себя и объединить мысли что никто никого не предоставляет а может вы все таки хотите или на может вы все таки хотите его продать потому что он как бы откуда у вас чувство вины с комплексом вины как и сказал мой коллега и на работе это действительно серьезная проблема ну вот ну вот ну вот так за этим кроется мне кажется системные разногласия между вами и вашим мужем вот я не могу конечно прям вот с уверенностью это утверждать безусловно но мне видится ситуация именно такой на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи а